МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Севоборот – это чередование культур на определенной территории. Может быть, конечно, наши дачи не сравнятся с полями, где обязательно по законам агротехники должен соблюдаться севоборот. Ни один уважающий и знающий агроном не будет сеять пшеницу по пшенице, кукурузу по кукурузе. Но наша дача – это миниатюрная, но тем не менее, и мы тоже должны быть с вами подкованными в плане агрономии. Потому что когда растет культура по культуре, вот сажаете вы лук, в прошлом году у вас здесь рос лук, в этом году лук, понимаете, каждая культура, она выносит из почвы определенный набор веществ питателей, набор микроэлементов. И почва обедняется. Она не имеет вот этих питательных веществ. Если вы снова посадили лук, дальше, на следующий год, этот лук не получит тех питательных веществ, которые ему нужны. Поэтому, кроме того, что питательные вещества уменьшаются, почва обеднеет, кроме того, растет культура, накапливаются вредители, болезни, именно паразитирующие на этой культуре. И если вы на следующий год снова сажаете, допустим, картофель по картофелю или свеклу по свекле, вредители, они снова вредят этой же культуре. А поменяете, сделаете, посадите, допустим, после свеклы вы посадите лук, вредители, которые вредили на свекле, а не луку, не смогут причинить большого вреда. Поэтому севоборот, он повышает плодородие почвы, он уменьшает поражение болезнями и вредителями культур и улучшает, повышает урожайность. Поэтому севоборот соблюдать нужно. Хотя бы постараться это делать, чередовать, чередовать свои грядки. Наталья Викторовна, как правильно это сделать? Как выполнить практически севоборот? Ничего сложного в этом нет. Но на грядке, вы знаете, сколько у вас грядок. Вы знаете, если нет грядок, допустим, огород, какая площадь у вас поделена на огород. Нужно завести блокнот. И в прошлом году вы знаете, где, какая культура у вас на какой грядке росла. Забывается. Вот если не запишите, забывается, где что росло. И часто вспоминаем лихорадочно, что же было в прошлом году, забываем. Поэтому пишите и эту схему сохраняйте. Каждый год спланировали, где у вас, что будет расти. Мы сильно разделили участок на 4 части. Почему на 4? Потому что по правилам агрономии возвращать культуру на прежнее место можно через 4 года. Такие средние данные. Если у вас мысленно 4 грядки, скажем так, это первая, вторая, третья, четвертая. На первой вы знаете, что можно в этом году сажать. Кабачки, патиссоны, тыкву, картофель, томаты. Это одна грядка. На второй грядке вы можете посадить все корнеплоды. Морковь, свеклу, редис, репу. Третью грядку вы отводите под капусту. Капуста много видов. Многие сажают капусту. И брокколи цветную, и кальраби, и краснокочанную, и белокочанную. У нас будут там капусты. На четвертой грядке она будет такая сборная солянка. Можно и горохи посадить, и посеять. И фасоль, и лук, чеснок, зеленые травы. На следующий год вы смотрите. На первой грядке вы сажаете то, что у вас росло на четвертой. И вам хорошо, и почве хорошо, и вредителям, и болезням плохо. Поэтому только от соблюдения всего оборота только выигрыш. Поэтому давайте будем правильно заниматься посадкой и чередованием культурного участка. Как правильно подготовить грядки к посеву? Я сказала, что в мае мы практически все сеем. И работ много. И некоторые считают, что главное посеять. Пришли, немножечко почву взрыхлили, бороздки сделали, посеяли. Нужно почву готовить. Особенно если вы с осени ничего не готовили. Вносим мы обязательно удобрения. Наши почвы в Подмосковье не могут похвалиться хорошим плодородием. Поэтому все в наших руках нужно вносить и органические, и минеральные удобрения. Органика – это навоз, компост, перегной. Но если вы узнаете, где у вас что будет расти, вы знаете, на какую грядку нужно вносить навоз. Его можно вносить по тыквенной культуре. Это курцы, патиссоны, тыквы, кабачки. Любит навоз и сельдерей. Любит навоз капусты. А вот остальные культуры навоз не любят. И будут плохо расти. Морковь плохо растет, свекла, томаты, бобовые растут плохо, если вы вносите навоз. А вы знаете, где у вас по схеме, что растет. Поэтому знайте, на какую грядку нужно внести органику, а на какую ее не нужно вносить. Туда нужно, наоборот, внести минеральное удобрение. Так что все грядки готовим правильно, потому что знаем схему посадки заранее. Наталья Викторовна, после того, как мы посеяли все культуры, что мы дальше делаем с грядками? Забываем, отдыхаем, ложимся на шезлонг и больше ничем не занимаемся? Или все-таки работы хватает? Рано отдыхать. Некоторые думают, ну самое главное, посеяли. Посеяли, пусть оно дальше растет, не будем мешать этим сходам. И радуемся, всходы появляются, семена прорастают. И им нужна помощь наша. Иначе, знаете, как говорит народная мудрость, не потопаешь, не полопаешь. И нужно ухаживать за посевами, за посадками, нужно их поливать, нужно рыхлить, нужно прореживать. Поливать лучше всходы, конечно, грядки с посевами, лучше поливать вечером. Некоторые поливают днем. Но согласитесь, результат получается нулевый, потому что жара, растения не успевают впитать эту влагу. Она испаряется из почвы. Она тут же испарилась, появилась корка. Если поливать утром, то же самое. Не успели растению впитать эту влагу, идет жара целый день, и тоже результаты не очень хорошие. Поливать нужно где-то ближе к вечеру. Проливаем, и так проливаем, чтобы слой земли где-то 10-15 см, он был влажный. Не просто пришли с леечкой, побрызгали, и считаем, что мы полив совершили. Мы просто сверху увлажнили почву, не более того. Поэтому поливаем, может быть не так часто, где-то раз в 3-4 дня, но поливаем активно. Поливаем отстоявшейся водой, которая на солнышке у нас прогрелась. Проливаем. Дальше сеем мы с вами погуще, чтобы все взошло, вдруг не взойдет, вдруг что-то погибнет. Поэтому посевы наши растут такой щеткой дружной. Приходим и думаем, прореживать, не прореживать. Да пусть растет, не будет расти. Нужно прореживать. Потому что вот эти всходы, они начинают густые, они начинают тянуться, друг к другу мешать. Потом эти всходы полегают. Корневая система не развивается. Прореживайте, не забывайте. Когда вы прореживаете, вы заодно и сорняки удаляете, и землю рыхлите, и конечно рыхление. Вот представьте, идут всходы того же редиса, салата. Они такие нежные, тонкие, а почву вы не прорыхлели. Корка. Как пробиваться вот этому всходу, они с трудом через эту корку могут пройти. Потом корка трескается, вместе с ней гибнут вот эти всходы. Поэтому легкими грабельками, лимантышкой, вот купите, типа детских таких грабелек. И очень аккуратно вот эти рядочки нужно рыхлить. Поливать, рыхлить, ухаживать. И конечно май, хочу сказать, порадовать вас сразу, это не только месяц активной работы. Это месяц, который нас радует тем, что можно уже выйти на грядку, сорвать зелень щавеля. Можно укропчика, петрушки, руколы, перо лука-батуна. То есть уже начинается отдача от земли. Не только вы в нее вкладываете, но она начинает вас баловать. И я хочу пожелать, чтобы вы не только хорошо поработали на своих грядках, но и хорошо отдохнули на природе, на своем участке. Уделили немножечко внимания и себе. Обязательно. Спасибо, Наталья Викторовна. Вы смотрели программу «Грядки в порядке». Всего вам доброго и до свидания. Желаем вам удачи. До свидания.